Аромат бескорыстной любви, объединивший весь мир в одну семью. Истина вечного послания, проявляющаяся в каждом действии слове. Реализация себя в служении, которому он учил на примере неустанного самопожертвования. Сама жизнь Господа поистине является его посланием. Реализация себя в служении, которому он учил на примере неустанного самопожертвования. Особенно в связи с критическими проблемами, с которыми столкнулось человечество в настоящее время. В прошлый раз мы начали повествование с исторической даты 20 октября 1940 года, когда юный 14-летний баба покинул школу и семью, чтобы служить человечеству. После этого мы вернулись к прошлому и рассказали о событиях с момента его рождения, то есть 23 ноября 1926 года до 25-летнего юбилея, то есть 23 ноября 1950 года, когда баба официально открыл, как тогда говорили, новый мандир. В те далекие дни преданные полагали, что мандир Прошантини Лоям станет постоянным местом проведения регулярных публичных даршинов взамен старому, который раньше служил этой цели. Так и случилось. Но очень немногие осознали, что новый мандир станет штаб-квартирой с вами для осуществления его основной миссии, которую он будет раскрывать без фанфар, без привлечения особого внимания, постепенно, поэтапно. Миссия включала в себя реализацию удивительных возможностей и перспектив. Однако послание, стоящее за этой миссией, оставалось в значительной степени непонятным, поэтому основное внимание в последующих сериях фильма уделяется посланию Прогавана Бабы, представленному именно в связи с его миссией. Давайте остановимся немного на том времени, когда 23 ноября 1950 года был открыт так называемый новый мандир. Практически самое первое, что сделал с вами, это проведение утренних и вечерних даршинов. Помимо даршинов, пение баджинов стало также неотъемлемой частью ежедневных практик. Такой порядок сохранялся с тех пор, вплоть до настоящего времени. Весть о саде Саи Бабе распространилась повсюду. Хотя добраться до путапарти было еще не так просто, толпы людей безостановочно пребывали туда каждый день. Преданные, приезжавшие в путапарти, устраивались в самостоятельно возведенных палатках. Многие спали под деревьями прямо на земле, сталкиваясь с множеством неудобств. И все это потому, что они хотели насладиться благословением даршинов. Каждый день немногих счастливчиков приглашали на знаменитое интервью, на которых можно было получить персональные благословения непосредственно в близком общении. У всего этого, конечно же, была определенная глубинная цель. Бог приходит на землю в человеческой форме, главным образом для того, чтобы поднять человека до уровня Бога. Это акт высшего сострадания. Как с вами сам говорит, это все равно, что если мать наклоняется, чтобы поднять своего ребенка и крепко обнять его. С самого начала Баба постоянно снова и снова подчеркивал, что возвышенные аспекты духовности являются более значимыми, чем религия. Так веды, представляющие неотъемлемую часть духовности Древней Индии, воспевали высшие духовные качества. С вами начал активно работать над возрождением интереса к ведам, в особенности потому, что интерес людей к ведам начал угасать из-за изменения образа жизни, связанного с индустриализацией Индии. С вами стал активно общаться с учеными, изучающими веды. Поначалу, многие из этих ученых скептически отнеслись к знанию с вами о ведах. Однако, когда развеялись их сомнения, все не единогласно пришли к выводу, что с вами был самим воплощением вед. Один из выдающихся ведических ученых, который безоговорочно принял божественность с вами, был покойный Шри Кама Ватхани. Однажды, став преданным бобы, он оставался с ним вплоть до своей кончины, достигнув преклонного возраста в сто лет. Приняв инструкцию с вами, Шри Кама Ватхани стал обучать студентов и других искателей чтению вед. Если сейчас мы слышим, как студенты ежедневно поют веды, то все это благодаря усердной работе Шри Кама Ватхани, которую он проделал много лет назад. Интересно отметить, что сегодня можно увидеть даже иностранных преданных энтузиазмом читающих вед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вами, несомненно, активно поддерживал возрождение традиции пений вед. В то же время он также настаивал на том, что простое пение вед не даст результату. Кроме этого, в соответствии с самой сутью вед, человек должен стремиться видеть Бога повсюду. А лучшим способом, чтобы приблизиться к пониманию этого, является практика бескорыстного служения. Это означает то, чтобы относиться к служению обществу, как к служению Богу. Поэтому несколько десятилетий назад с Вами основал Сатти-Сай организацию, задачей которой являлось совершение служения сначала внутри страны, а затем и на международном уровне. Когда Баба представил служение в качестве миссионерской работы, он сказал волонтерам и водалам, как их начали называть, Каждый раз, выполняя служение, видите Бога в том, кому Вы служите. А выполнив задание, не рассказывайте о том, какую пользу принесло Ваше служение людям, а задумайтесь над тем, как служение повлияло на Вас. Спустя годы, организация Сатти-Сай, организация бескорыстного служения, стала действительно всемирной. Каждый день Вы видите работу сивадалов в Прошанти-Нилаям в течение всего года, в особенности в праздничные дни. Тай-Служение распространилось по всей Индии и даже по всему миру. Волонтеры Сай работают в мирное время, а также они помогают пострадавшим в катастрофах. Все работы по служению Сай-организациях объединяет то, что любое оказанное служение имеет под собой духовную основу. То, что Вы видите сейчас, это грамма сева, служение жителям деревень. Ее провели студенты, вдохновленные граммой севой, организованные в близлежащих путапарте деревнях. Их настрой говорит сам за себя. О Мать, О мой Господь, и усилит мою веру и преданность Тебе. Хагаван Баба, я отдаю себя Тебе, чтобы стать Твоим инструментом и подношу эту садхану Твоим лотосным стопам. Он, шанти, шанти, шанти. Служение людям — это служение Богу, но мы должны также помнить, что с Вами вездесущий и всемогущий, то есть Он присутствует всегда и везде. Нет такого места, где бы его не было. Итак, давайте работать с радостью и стараться доставлять радость тем, с кем мы будем общаться. Мы передаем с Вами подарок от Свами. Сегодня мы участвуем в Грамма Севе, которую запланировали несколько дней назад. В этих краях живет много нуждающихся людей. Это один из беднейших районов. Мы приготовили 300 наборов. В набор входит рис, овощи, а также одеяло, которые мы передадим этим людям. Мы собираемся выполнять этот проект каждые три месяца. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он сказал, что даст Ананду всем Действительно, он делает это буквально без остановки Он сказал, что будет вести людей к добродетелям и вести их от духовной темноты к свету Читая сотни лекций в самых разных местах, с вами выполняет именно эту работу Также он обещал устранить страдания несчастных Не на секунду он не забывает об этом своем обещании Кто бы мог представить, что все это происходит, например, в 1926 или в 1940 годах Или даже в 1950 году, когда с вами переехал в свою новую штаб-квартиру Но все осуществляется именно так Почему? Да потому что Бхагаван открыл поток бесконечной силы внутри себя Силы, несущие безграничное могущество и проявляющиеся как чистая любовь Люди часто говорят О, Саи Бхаба может все, потому что он Бог Но мы не можем быть такими, как он Мы другие Откровенно говоря, это всего лишь отговорка и уход от деятельности Да, Саи Бхаба является воплощением Бога в человеческом теле В этом нет абсолютно никаких сомнений Однако, не повторял ли он нам так же множество раз, что каждый из нас так же является Богом? Он говорит Я знаю, что я Бог, а вы не знаете этого Это единственная разница между нами Почему же мы не осознаем тот факт, что каждый из нас является Богом? Этот факт с вами объясняет духовным невежеством Как же избавиться нам от этого духовного невежества, обращаясь к посланию Бхагавана Исследовать его учения так, как только мы можем Итак, этот 30-серийный фильм создан для того, чтобы представить во всей красоте его бесценное учение А также показать, как с вами на собственном примере воплощает его в жизнь на благо всего человечества На этом мы заканчиваем вводную часть Начиная со следующей серии, основное внимание будет уделено непосредственно самому посланию Пожалуйста, присоединяйтесь к нам Мы надеемся, что вам понравится наш фильм Спасибо, что вы были с нами Субтитры создавал DimaTorzok